Если вы нашли иголку в этих местах у себя дома, срочно нейтрализуйте ее, чтобы она не привлекла вашу жизнь, беды, неприятности и проблемы. Как это правильно сделать и какую иголку нужно нейтрализовать, друзья, далее все более подробно в этом видео. Знаете, иголка это незаменимый предмет в каждом доме. Он служит людям на протяжении многих лет, помогает пошить одежду, исправить нюансы на ней, залатать дыры, с помощью иглы вышиваются картины и так далее. Также игла используется и в различных ритуалах, обрядах, практиках для привлечения положительных и, к сожалению, отрицательных энергий. Она, если ее правильно использовать, может стать сильным оберегом вашего дома или, наоборот, принести непоправимый вред для человека. Этот маленький, казалось бы, безобидный предмет обладает очень многообразной энергетической силой. Так получается из-за того, что железо способно быстро притягивать к себе различные энергии, а острие на железе, кончик иглы, в данном случае способен собирать и направлять эти энергии в определенное русло, как хорошее, так и не очень, а ее ушко способно запускать эти энергии в цикличность, которую прервать практически невозможно. Многие люди не придают ее силе большого значения и сами, возможно, не осознавая, притягивают к себе ненужные энергии, либо поднимают ее в тех местах, где этого точно не стоит делать, а также, найдя у себя в необычных местах, не реагирует быстро на это, чтобы нейтрализовать весь негатив, который она переносит. Игла может становиться и защитным талисманом, может притягивать нужные вам энергетические потоки и окружать вас ними. С ее помощью возможно избавиться от различных проблем, также можно избавиться от бед и неприятностей, но поэтому, чтобы использовать ее себе во благо, нужно знать с ней, что можно делать, а что нельзя ни в коем случае. Поэтому ни в коем случае нельзя поднимать иглу, которую вы нашли возле входной двери. Это знайте, что это происки ваших недоброжелателей. И это сделано для того, чтобы лишить вас счастья, принести ваш дом ссоры, проблемы, неприятности. Если вы увидели такую иголочку, первым делом хлопните в ладони и при этом скажите следующие слова. Хлопок энергетический резонанс создает, энергиям негативным пройти не дает. Затем возьмите спички, подожгите три одновременно и сделайте вокруг нее три круга против часовой стрелки, при этом проговорите такие слова. Негатива поток сильный убираю, счастье при себе оставляю, в дом несчастья не пропускаю и далеко их отгоняю. Проделав это, возьмите салфетку, поднимите иглу и вынесите ее подальше от своего дома. Также нельзя брать иглу, которую вы нашли в своем доме, в каком-то, например, необычном месте. Вы знаете, это делается для того, чтобы нарушить энергетику вашего дома, перекрыть поступление нужных энергий ваш дом. В таком доме постоянно будут происходить конфликты, проблемы будут преследовать всех, кто в нем живет. Бессонница, страх станут вашими спутниками, поэтому возьмите три веточки мяты, подожгите обязательно их от белой свечи, далее держите свечу в правой руке, а веточки в левой и одновременно слева направо проведите вдоль того места, где находится игла. Затем свечу поставьте рядом, иглу нужно вынуть, взять пинцетом и постучать трижды по ней мятой. При этом проговаривайте такие слова, веточкой мяты постучу, негатив весь отгоню, негатив прочь, уходи и посылы от недоброжелателей с собой забери. Проговорив эти слова, мяту затушите, иглу заверните в кусочек белой ткани, а со свечой сделайте три круга по часовой стрелке, при этом проговаривайте следующие слова. Энергетику своего дома в целостности сохраню, негатив в дом не пропущу. Свеча нужно дать полностью догореть, а когда закончите, соберите все, вынесите подальше от дома и выбросите в мусор. Проделав это, вы не только уберете полностью любой негатив, но и очистите энергетику жилья полностью. Если вы нашли иголку у себя под кроватью, в подушке, в матрасе, знайте, это сделано для того, чтобы вас постоянно мучили кошмары. Вы потеряли спокойствие, перестали мечтать и думать о чем-то хорошем, а также для того, чтобы в вашей семье возник сильный конфликт, который в результате приведет к вас к разводу. Поэтому здесь нужно очень быстро реагировать. Зажгите свечу красного цвета, возьмите стручок оргстрова перца, подержите иглу над огнем, а затем засуньте в стручок. Далее приполите ему корешок и проговорите такие слова. Весь посыл собрала, с сильной энергетикой перца его нейтрализовала. Семью сохраню, конфликты уберу. Любовь найду и крепкие отношения построю. Все плохое стороной обойдет и вред мне не принесет. Перец разместите возле свечи, чтобы он к ней прикасался именно кончиком и дайте ей полностью сгореть. А затем все соберите, вынесите и выбросите подальше. Если вы, друзья, обнаружили в одежде иголку, это знак, что вам очень сильно завидуют. Хотят обрать ваши положительные энергии, иметь то, что имеете именно вы, а взамен, что вы забрали проблемы того человека, который это делает. Для этого сразу посыпьте на это место соль, при этом проговорите обязательно следующие слова. Негатив соль вбери, мою энергетику при мне сохрани, а злому человеку его негатив обратно верни. Эту соль струсите и сразу смойте обязательно проточной водой. Затем возьмите кусок любой ткани и снова насыпьте в нее соль. Положите иголку, замотайте и обвяжите черной ниткой. После проделанного выбросите. Если вы наступили в доме на иглу, которая упала, это означает, что у вас произойдет сильная ссора с близким для вас человеком. И очень важно, чтобы вы в этот момент, чтобы этого не было, возьмите три щепоточки сахара, ушком вниз, воткните ее в этот сахар и проговорите в этот момент следующие слова. Негатив позитивом заменяю, ссоры уйдут, на их место светлые энергии придут, счастье положительные эмоции и события принесут. Вот, друзья, теперь вы знаете, что нужно сделать в том случае, если вы случайно, ненароком нашли у себя иголку, знайте о том, что у вас, как правило, иголка должна находиться в каком-то определенном месте, когда вы видите, что у вас иголки почему-то разбросаны или случайно вы нашли, например, у себя в вещах или нашли свои сумки, возможно, даже в своем кошельке, то знаете, что кто-то вам пытается насолить, сделать вам неприятно, поэтому обратите внимание на свое окружение, кто же такой у вас, кто желает вам столько ненависти.